Здарова, меня зовут Дигл, спасибо Балату Завгарову за поддержку на Бусти. В новой главе манги One Punch Man, которая заканчивает арку Ассоциации Монстров. Третий сезон анонсировали, Гару отвечает за свои поступки, Тарео заступается за себя, и Ассоциация Героев меняет Бенга на Гару. Пойдем разбираться. Вступаем с Гару, впихивающим свой монолог о несправедливости мира и необходимости абсолютного зла, которая принесет конец разногласиям и воинам, и конечно, только он способен стать этим абсолютным злом. Но полицейского это не особо впечатляет, ведь Гару здесь, чтобы ответить за неоплаченную хавку, когда он вываливался из Ассоциации Монстров пару дней назад. И тут же оказывается с ним Бенг, который и привел Гаррика отвечать за свои поступки. Ранее они уже закончили с разрушениями, вызванными Гару, а впереди извинения перед всеми героями, ранеными в ходе его охоты. Также узнаем, что родители Гару так и не показались. Мы знали, что они у него есть, но это первое такое прямое упоминание семьи Гару в манге. И здесь будет даже больше, но чуть позднее. Сейчас же узнаем, как Бенг нашел Гару, и оказалось это было довольно просто. Ведь Гарыч ушел медитировать в те самые горы, в которые его водил Бенг когда-то, как будто специально, чтобы было проще найти. Сам же Гару говорит, что водится с Бенгом только чтобы вернуть свой монстрийный кулак, который он полностью забыл после поражения. И кроме Бенга никто не достоин каждый день с ним спарринговаться. Ну и в то же ухо Гару закидывает так втихую вопрос от Тарео, и мы переносимся на него. Он снова играет со своими фейковыми друзьями, которые опять решают его побить, но в этот раз Тарео вступается за себя, объявляя героем Гару Меном, в которого остальные не верят. И прежде чем ситуация успевает развернуться куда-то, появляется Ваганма, который теперь дружит с Тарео. И Тарео, конечно же, приглашает своих друзей потусить всем вместе, на что тем, хотя и немного прифигев, соглашаются. Будем надеяться, пацаны справятся в лучшую сторону, иначе ем. Мы же возвращаемся обратно к Гару и Бенгу, и Гарик объявляет, что сразится со всеми героями, воспоминания о которых потерял, чтобы как-нибудь пробудиться без монстрификации в этот раз. Бенг же отвечает, что и он так просто не проиграет Гарику после небольшого лечения от Стального Рыцаря. А в ассоциации героев в это время обсуждают преемника Серебряного Клыка. Если не помнишь, Бенг ушел из АГ после окончания битвы, и теперь собирается поставить Гару на свое место. Правда, об этом, кроме Шичи, похоже, никто не знает, включая самого Гару. Шичи же уже прикидывает, какие проблемы от этого могут возникнуть с героями, но у него нет другого выхода, ведь нужно собирать больше сил. А Бенг спрашивает Гару, какие девушки ему нравятся, и тот называет Киру. Кстати, нам показывают ее, и также добавляют, что она похожа на маму Гару, но в отличие от нее выглядит добрым человеком. С Айтамы же с Геннесом на бывшем поле битвы, как и собирались, ищут в развалинах останки дома лысиком, хотя, похоже, не особо успешно. Зато вот их уже нашло какое-то черное пятно в левом нижнем углу. На чем глава? И это гигантская, бесконечная арка ассоциации монстров заканчивается. Да, третий сезон Ван Панчмена анонсировали с этой главой. Две вещи, которые, казалось бы, никогда уже не произойдут, произошли. Но, правда, анонс сезона мало чего пока что значит. Очень хайпово, но не очень информативно. Ни студии, ни даты, ни даже количество серий нам не сказали. Все это инфы придется ждать в дальнейшем. И, кстати, чтобы ее не пропустить, я бы рекомендовал на мой канал подписаться. Но добро пожаловать в эндгейм. Мы прошли долгий путь до этого момента. Ну, как мы за себя ручаюсь, и ты там давай не отлынивай. Это не последняя глава Ван Панчмена. Сколько бы раз не повторял, люди продолжают спрашивать. Не последняя. Будут дальше главы. Мурата взял перерыв на месяц. И со следующей главы начнется новая арка. Посмотрим, будет ли она по веб-комиксу, или может быть полностью новая, как было с турнирной. Дальше. Там должен быть бой Тацу с Сайтамой. Сурью с Гару. Многие герои уйдут из ассоциации. Создастся новая организация для других героев. И много всего интересного. Хотя я и понимаю, что половина народа все равно дропнет следить за Ван Панчменом на время, поскольку кульминация завершилась. Ну да, закончим с сентиментальностями, обсудим главу. Думаю, не мне одному показалось странным, как легко Гару отделался за все свои злодеяния. Он ведь столько героев в больницу закинул, его даже в розыск объявили и монстром признали. Но, видимо, Бэнк как-то всю эту проблему замял. Может быть, с помощью Шичи, который собирается Гару в АГ принимать. У ассоциации героев все-таки влияния много, да и это они Гару в розыск объявляли, значит, они могут и снять эту радость. В конце концов, помнишь, как АГ собиралась сделать героями известных преступников, если они просто согласятся вступить? Думаю, и с откосом для Гару проблем по итогу не возникло, ведь он, по сути, ни для кого ничего не сделал, кроме героев. Вкину тут небольшую такую идейку о том, что на раскол внутри ассоциации героев может повлиять как раз вступление Гару. Это бы добавило мотивации многим героям свалить, я думаю. Заодно могло бы и общественное мнение подкосить к ним дополнительно. И, кстати, может быть, это будет официальной причиной ухода стальной биты и темноблеска в будущем, кто знает. Кстати, на то, что стальной рыцарь помог Бэнгу, я даже специально обратил внимание. Он реально вылечил всех героев и даже вылечил спину серебряного клыка, как мы здесь видим. Ну, я так понимаю, на него же свалили разборки со всей радиацией и с убиранием всего мусора из города Z как-нибудь. Но нет, конечно, технорыцарь у нас молодец, а остальной рыцарь у нас злодей. Просто потому, что он не захотел рисковать все ассоциации героев для спасения какого-то там зажравшегося ребенка. Дали бы ему просто скинуть какую-нибудь ядерную бомбу на ассоциацию монстров, и все бы закончилось еще до начала всего этого рейда. Ну и потом он же сам бы радиацию и убрал бы оттуда, и никаких бы проблем не было. Может быть, даже разрушений было бы меньше. А вот то, что Гару и Бэнг так резко встретились, для меня, как для читателя вебки, вещь удивительная. Ведь там Гару совсем по-другому живет, насколько я понимаю, по крайней мере. Может быть, они где-то за кадром встретились, но я бы даже не подумал об этом. Ведь в веб-комиксе Гару точно все еще числится преступником, и ни в какую ассоциацию героев вступать не собирается. Интересненькие изменения. А вот по поводу силы Гару, по разговору с Бэнгом похоже, что Гарик не потерял совсем все. Видимо, он где-то на уровне Бэнга находится. Да и его цель сразиться с бомбом, флэшем, даже Бластом явно не на демонический уровень тянет. Кстати, с Бластом интересная ситуация, ведь Гару не сражался с ним в текущей временной линии. Тогда с чего он упомянул его здесь? Скорее всего, потому что герои решили, что Бласт победил Гару. По крайней мере, это мое лучшее предположение, может быть просто ляп хз. А вот с другой стороны, добавляем к проблемному детству Гару еще и хреновых родителей. Они не пришли даже по вызову полиции, несмотря на то, что он несовершеннолетний. И плюс, нам здесь сказали, что мать у Гару совсем недобро с ним обращалась. До этого мы уже знали про издевательства в школе, которые покрывались учителями. Теперь понимаем, что еще и родители в лучшем случае забили на него, в худшем, может и домашнее насилие было. И становится яснее, чего у Гару такой проблемный характер получился. Кто не обратил внимания даже после моих слов, в конце главы появляется маленький бродяга-переросток, который должен стать питомцем Сайтамы по веб-комиксу. Интересно, выжил ли черносперми? Что с Монако произошло и произойдет ли в этом плане все как в вебке или стоит ждать еще больше изменений? Ну что, как тебе концовочка? На мой взгляд, очень круто. Приятное тихое завершение с интересными зацепками на будущее. Жаль, что манга уходит в паузу на месяц, но Мурата заслужил отдых после таких жестких длинных глав. Теперь мне пора приступать к наверстыванию всего контента, который я собирался намутить после окончания этой арки. Думал, что этого никогда не произойдет. Будет жарко. А за поддержку на бусте спасибо Австралопитеку, Пете Макарову, Яки Яки, Дюни Каресу, Мотокуджи, Виктору Волкову, Караулу 1 и Секатору. Также большая благодарочка всем бустерам поменьше и спонсорам, которые поддерживают меня здесь на ютубе. Если и ты хочешь меня поддерживать материально, ты можешь сделать это по ссылке в описании на моем бусте. Обещал для тебя Дигл. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok